Ну все, мы почти в самолете. Я вижу насквозь самолет. Смотрите, как интересненько. Там что-то убирают, что ли? Прикольно. Так, это у нас что-то типа бизнеса. Мы идем в эконом. Вот он эконом. Походу у меня место у окна. Да, я сижу у окошка. Это ребята грузят в багаж. Все видно, как они работают. Вот. Молодцы. Трудятся. Такой вот самолет. Такие кресла. Можно подзарядить телефон. Тут какая-то информация у нас. Пакет. Ну все, начинаем выдвигаться. Наконец-то. Смотрите, двигаемся спиной назад. Вот это, я понимаю, профессионализм. И какой-то дяденька нас вот сопровождает с палочками. Там вот взлетная полоса. Только что самолет стартанул. Мы, видимо, очередь ждем. Вон, смотрите, как красивенько полетел. Желторотик. Следующий стартанет. Ну-ка. Блин, классный вид здесь. Нужно взлетающие самолеты. Идем в очередь. Видите, самолеты все по одному взлетают. Я так думаю, что перед нами просто какая-то вереница самолетов. И каждый быстренько-быстренько отправляется в небо. Удобно, что сейчас в самолетах можно подзарядить телефон. Кстати, здесь есть Wi-Fi. Но пока я только подключилась. Там развлечения всякие, музыка. Вот. Не пробовала выходить в интернет. Не знаю, будет ли он, не будет. Ну, сейчас взлетим и посмотрим. И вот тут еще можно тоже подзарядиться. Видите? Со всех сторон прям есть подзарядные штуки. А я там со мной сидят вот такие люди. Большие. Большие. Ну, вроде нормально. Помещаемся. А вот и менюшка с развлечениями, которые есть на борту. Ну, это все через телефон заходишь. И там выбираешь, что хочешь смотреть или слушать. И тут же написано, что можно выйти в интернет. Вот. Видите? Connect. Так, ну, разворачиваемся. На взлетную полосу выходим. Посмотрите, там в очереди сколько после нас самолетов. Прям достаточно много. Сейчас будем взлетать, и вы посмотрите на эту очередь. Гляньте. Один, второй. Потом вот он, третий. Вон четвертый вижу, синенький. Желтенький пятый. Все, что ли? Я думала, их будет больше. Ну, ладно. Ну, ладно. А, погнали. Ух, как мы лихо. Ух. У нас такой небольшой самолетик. Вон там, смотрите, видно море. Красивое. Лазурное прям. Жалко, не получилось ездить сегодня к морю. К Майамскому. Ох. Что-то пошатывает прям. Смотрите, какая красота. Разворачиваемся. Немножечко. Поэтому только кусочек видно. Не все. Ой, там видно всякие кораблики, какие-то яхточки. Очень красиво. Я все-таки хотела бы побывать в Майами. Не только в аэропорту. Ну, вот так вам могу показывать, потому что мы все еще разворачиваемся. Круголя даем. Какая-то круг почета над Майами. Вернулись обратно в позицию. Слушайте, ну, я прям вот хочу вам показать. Здесь очень красиво. Я не знаю, все ли это Майами, или это соседние какие-то города. Ну, классно, классно. Лететь нам до Кьюстона два часа, там с копейками. Поэтому я думаю, что мы не будем сильно очень подниматься высоко. Так как день, я думаю, что удастся рассмотреть окрестности. Что-то я стала заговариваться. Немножко глохнут уши. Вот такой вот у меня сегодня путь интересный. Смотрите, там какие-то символы вон внизу, видите? Сейчас. Какие-то красненькие символы. Или, ну, мне кажется, это похоже на какие-то символы. Не знаю, красные. Или что это такое. Знаете, что? Хотела бы побывать еще в пустыне Наска. Посмотреть на эти рисунки. И с высоты, и просто вот возле них походить, побродить. Было бы интересно. А еще хочу побывать на Мачу-Пикчу. Это в Перу. А еще хочу побывать на пирамидах. Которые как раз таки вот есть в Казумеле и Костомайе. Там, где Майя жили. Я надеюсь, что у меня получится это. Что мой начальник даст добро на то, чтобы я чуть-чуть раньше ушла с работы. Ой, смотрите, вон вверху самолет летит. Видно? Вон выше нас. Ну, там такая белая дочка. Смотрите, у него вообще такая высота. В разы выше, чем мы. Так прикольно. Там видно прям бассейны у людей в домах. Вот тут что-то начинается. Какая-то пустынная местность. Заканчивается город. Город такой идет вдоль побережья. Но я думаю, что все города вдоль побережья. И начинается вот такая местность. Здесь, где никаких ни домиков, ничего. Такие прям необычные. Смотрите, расцветки, взоры. Я не пойму, что это такое. Что за взоры? То ли это река, то ли это такая почва. Вы только посмотрите, какие облака. Вообще разных видов. И не так здоровски смотрятся по-сказочному. Ой, извините. Вы только посмотрите, какие облака. Вы знаете, это так необычно смотрится, когда мы влетаем в такие облака или мимо них идем. Это что-то вообще необыкновенное. Я вообще летаю на самолетах 4 лет. И не перестаю восхищаться красотой, которая нас окружает, когда мы летим. Я вообще очень люблю самолеты. Да получается, сколько лет я летаю? Это я уже летаю 38 лет, ребят. И каждый раз для меня как в первый раз. Каждый раз я что-то новенькое нахожу. И вот прям не устаю смотреть в окно. Мне это очень нравится. Но вообще в такие облака, конечно, не залетать, потому что начинается турбулентность, когда мы в них залетаем. Но иногда бывает просто нет выхода, сплошные облака, и нужно как-то пролететь. И поэтому самолет в них входит. Входит и выходит. Что-то мы чуть-чуть подворачиваем. Ай, смотрите, это какое-то озеро. Какое-то прям большое-пребольшое. Или это кусочек моря, может, какой-то залив. Мне кажется, вот такая туча, смотрите, стоит. И из нее идет дождь. Посмотрите, видите, такое все серенькое под нею. Да? Прямо такое ощущение, что мы пролетаем в зону, где идет дождь. А у нас здесь солнечно. Прикольно смотрится. И сверху вон над нами какие-то такие облака плывут. И снизу... Снизу, я знаю, это кучевые облака. Ну и все, мы залетели куда-то, где турбулентность, где вот такая вот погода непонятная. А нам тем временем дают напитки. Нам дали такие печеньки. Ну, там чай, можно какой-нибудь соду. Я никогда не пробовала соду, ребят. Сейчас буду впервые ее пить. Вот честно, это мой первый раз. Даже не знаю, какая она на вкус. Не представляю. А за окном пока вот такие малюсенькие облачка. Я сейчас буду пить соду. Слушайте, это обычная минералка. Соду. Обычная минералка, обычные пузырьки. Вот как вы указываете. Вот такие облака проплываем. Пролетаем. Что-то не пойму, четкости нету или облака такие размазанные. Прибежала показать вам уборную здесь в самолете, несмотря на турбулентность. Это мои стаканчики, сейчас их пойду отдам. Ну, вот так вот здесь. Очень мало места, правда. Бегу, потому что жуткая турбулентность. Ну, что, уже подлетаем. Мы так неожиданно резко устремились вниз. Прямо такое ощущение, что он включил какое-то ускорение. Такой шум сильный появился. И мы прям резко ускорились. Прямо что-то скрипит так, шумит. А, в турбине. Опять подворачиваем. Смотрите, сколько тут лесов. Ходим в облако. Что-то прям кружим, кружим. А, ле-а-а-ус. Похоже на какую-то полянку хоббитов. Смотрите, какой мост через дорогу. И не один. У многих во дворах бассейны стоят. Здорово. Ну, все. Мы в Хьюстоне. Смотрите, там самолет Аляска стоит. С фоткой какой-то, похожей на Тёя Виктора. Ну, все. Мы уже туточки. Смотрите, какая прогнившая крыша у этого багажевоза. Поехал наш багажик. Девчонка села за руль и повезла. Четыре коляски. Все. Ну и все. А мы пошли в аэропорт. На, все. Ну, в аэропорту мы уже были с вами. Ну, давайте еще раз пройдем. Ой, куда это мы прибыли. Здесь же и выходят, и садятся. Видите, как оно все. Массажные креслица. Так, а нам нужно идти багаж получать. Смотрите, как написано на туалете. Кабальерос. Вот такие картины встречаются нам. Симпатичные, да, на стеночках. Гляньте, какие. Адмиралс-клуб для этих American Airlines, кто летает часто. Видите, мы с вами прилетали в международный, как, международный рукав, или как называется, международную часть аэропорта. Это внутренние рейсы. Уже по-другому все. Хьюстон, как актуально, да? О, какое необычное деревце. Так, багаж сворачиваем сюда. Еще раз смотрим на деревце и сворачиваем. На улице что-то пасмурно. Что это такое? Зарегаться, наверное, можно. Вышли вот в такую большую-большую территорию. Теперь надо найти, где у нас в получении багажа. По-моему, еще куда-то дальше надо ехать на лифте. А вот, смотрите, какая-то корова-космонавт. Забавно. Написано, Хьюстон, we have landed. За багажом можно на лифте, можно пешком пройти по ступеням, можно на эскалаторе. Расписание. У меня лента номер 2. Ну что, ожидаю багажик. Добро пожаловать в Хьюстон. Вот мои чемоданы. Теперь надо найти шаттл, который идет до отеля. До отеля. Мне, короче, нужен шаттл до Holiday Inn. Что интересно, вот стою рядом с аэропортом в Хьюстоне. Все, Wi-Fi нету. Только внутри аэропорта. В прошлый раз, когда я приехала в Хьюстон, шел дождь. Вернее, я приехала, его не было, а потом он пошел. Вот и сейчас тоже начинается. Что там такое? Наконец-то прибыл наш шаттл. Тут вот можно подзарядиться. Внутри туда-назад чемоданы скинули. Мне там ребята помогли. Сейчас поедем.